привет друзья и подписчики моего канал вас приветствует ольга ну что у нас начались папорос начались роды свиноматки свиноматка просится первый раз она большая не полтора года надеюсь что все пройдет хорошо у меня в руках оксидыцин и шприц шесть кубиков я хочу ей уколоть за ухо как только родители поросенок последний опорос конечно у этой свиноматки все равно последний опорос который принимал 8 часов меня это физически забило можно ускорить этот процесс вот таким простым путем но надеюсь что уходится конечно обычно я не вмешиваюсь буду смотреть я вообще не хотела чтобы она просилась в клетке потому что здесь мелкие опилки это не очень удобно когда маленькие просят рождаются к ним эти опилки лезут вот поэтому сейчас придется может быть немножко сеном обложить ее чтобы чтобы она поросилась нормально тут а вообще у нас уже установлен станок такая у нас вообще родильная комната обычно мы это все делаем заранее заранее загоняем заранее все устанавливаем тут поросится свиноматка и кормит потом своих поросят но так как мы не успели в общем комната пока стоит ждет не успели мы потому что свиноватка уже начала пороситься можно сказать при нас и ее двигать уже с места не был никакого смысла вот так посмотришь как животные рожают своих деток честно говоря даже не верится что женщина рожает тяжелее всех да там в муках будешь и нажать такое ощущение что все мучаются и животные и люди во время родов особенно если это первые роды то это вообще конец света нет бывает конечно все просто и легко проходит так что даже не замечаешь раз раз пришел все готовенько но вот порой чаще всего точнее чаще всего бывает именно вот так то есть ты должен следить за животным следить помогать им чтобы конечно же в случае чего там освободить от пленки прочистить и тушиться невозможно невозможно с рядом даже сидеть вот прочистить носик прочистить горлышко там мало ли что там к соску поднести это касательно поросят и нас телятами такая же можно сказать ерунда тоже надо смотреть за родами у коров потому что может захлебнуться задохнуться вот и если заводишь хозяйство то ты как прикованный к этим животным тебя уже не то что там выходных нет или отпусков ты днем и ночью ходишь и за ними следишь особенно если заниматься допустим не откормом а вот например как мы держим животных которые можно сказать каждый чуть ли не каждый месяц кто-то рожает телится котится и так далее так далее то крыльчихи то козлихи козы свиноматки то коровы вот сейчас мы отстреляемся со свиноматками дальше две коровы должны эти лица будут малышка с агатой дальше уже халва и так далее так далее и по еще одна свиноматка вон выглядывает вот так вот в общем думаю долгое будет песня посмотрим но тоже но ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, у нас опороз окончен, чего я несказанно рада. Достаточно все быстро прошло. Рожала она без остановок. Поросяты крупненькие, хорошенькие, ровненькие. Всего у нас родилось 11 поросят. Свиноматка в этот раз меня удивила, потому что обычно свиноматки встают, перекладываются на один бок, на другой бок. Она родила всех 11 на одном боку. Родила вот плаценту, сейчас вот второй кусок родился. И все. Совершенно себя не агрессивно ведет. Вот такая вот Маруся. Молодец. Конечно, то, что поросята рожались в опилках, я знаю, что вы оставляли свои комментарии в прошлый раз. Говорите, что это не очень хорошо. Они могут попасть куда угодно. Так оно и есть. Пока влажный поросенок, у него, конечно, опилки попадали. Но у нас здесь было без вариантов. Они очень быстро обсыхают. У них сходит верхняя пленочка, такая сверху пленочка сходит. И они становятся сухенькими. И опилки им никак не мешают. Поэтому, в принципе, ничего критичного я не вижу в том, что подстилка была из опилок. Здесь чисто, здесь светло. И главное теперь вот дождаться того светлого момента, когда она их накормит. И мы сможем спокойно их перевезти все-таки в станок. Почему я это планирую сделать? Потому что, как бы вам сказать, какая свиноматка не была бы. Бывают очень хорошие матери, очень хорошие свиноматки. Но они, бывает, задавливают своих детей. Они их не чувствуют. Они ложатся на них. А те бегают, бестолковятся. Не понимают, что куда. Около нее сидеть мы не можем. Вот я отходила. Их было 8. Пришла их с 11. То есть мне надо тоже свои дела делать. Вот. И в станке намного-намного безопаснее, чтобы они успевали отбежать. Чтобы свиноматка не падала резко на бок, как они это делают. Вот. Поэтому вот таким образом будем, наверное, поступать. Сейчас она их накормит. Ой, как у меня там сзади прыгает, скачет. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 87,5 процентов дюрки. Как считаются эти проценты? Очень просто. Мама, допустим. Берем маму. Допустим, ландрас, папа дюрок. Скрещиваем. Дети, получается, 50-процентные. 50-процентных скрещиваем с чистокровным. Берем 50% плюс 100% и делим пополам. Получается 75. Это вот свиноматка. Если ее покрываем 100%, опять берем 75 плюс 100 и делим на 2. Получается 87,5%. И дальше, и дальше. Это называется поглотительное скрещивание. Наверняка вы слышали такой термин. Вот. Так что сегодняшний день у нас завершился. Еще, конечно, не завершился, но ознаменовался рождением маленьких просят, что не может не радовать. Я очень устала, честно вам признаюсь, потому что сегодня моталась и туда, и сюда, и на уколы, и сыр варила, и обед готовила. И надо было все это успевать делать, и сюда забегать, чтобы все было хорошо. И я благодарю Богу, что действительно все как бы хорошо закончилось для нас. Будем ждать теперь вторую свиноматку. Ее я больше побаиваюсь, как вы поняли. Она вон лежит в той клетке. У этой свиноматки уже тоже достаточно большой животик для ее размера. И у нее хорошо сосочки стало видно. Но я, к сожалению, не знаю, когда она точно опоросится. Я потеряла свои записи, поэтому будем наугад смотреть, как появится молоко. Надеюсь, что оно подождет немножко, чтобы эти окреты поросяты с перерывом небольшим хотели. Так, все, дорогие друзья. Будем дальше заниматься своими делами. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Не забывайте, что нужно подписаться на мой канал. И нужно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Завтра уже увидимся. Всем пока. Всех люблю. Пишите свои комментарии. Пишите свои комментарии.